Дарье всего 20 лет, но по словам девушки, она регулярно испытывает проблемы со здоровьем во время магнитных бурь. Головные боли, разбитое самочувствие, нервы на пределе. Чувствуется влияние магнитных бурь на меня, поэтому придется запасаться таблетками. А точнее, лекарствами от головной боли. Без них, признается Дарья, совсем тяжко. Однако, кандидат физико-математических наук, специалист в области астрономии Александр Коплинский считает, что все симптомы у девушки не более, чем психосоматика. По словам ученого, земляне ежегодно переживают около 30 магнитных бурь, не замечая их проявления. Магнитная буря, в отличие от атмосферной бури, это все-таки такой художественный термин. На самом деле, это процесс, который возникает при взаимодействии потока солнечной плазмы с магнитным полем Земли. То есть, процессы на Солнце происходят достаточно такие грандиозные. Это вспышки солнечные, при которых часть солнечной плазмы вылетает в окружающее пространство. Но не факт, что она обязательно долетит до Земли. Специалисты Российского центра изучения солнечной активности считают, что при силе удара в 6 баллов такая ожидается в ближайшие три дня. Люди могут испытывать физический дискомфорт в виде мигрений, тошноты и скачков давления. Такая симптоматика, утверждают медики, следствие не солнечных вспышек, а изменений в атмосфере Земли. В последние годы, ну почему-то, либо народ реагирует психологически, потому что об этом стали говорить, либо кто-то реагирует действительно на изменения погодных внешних условий, реагирует состоянием своего здоровья. Чаще подвержены этому, естественно, люди больные, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ну и с определенным складом характера, которые заранее ждут, что им должно быть плохо, это тоже не стоит отметать. Но если вы, как говорят медики, достаточно мнительны и в дни космических магнитных бурь чувствуете себя неважно, к изменениям в организме лучше прислушаться, не накручивая при этом себя. Универсальный совет от врачей. Прогулка на свежем воздухе, теплая ванная и полноценный сон. От себя добавим, геомагнитный шторм начался сегодня, его пик придется на 13-14 мая. А после солнце постепенно усмирит свой нрав. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.